Первые в крае открытые парламентские слушания получились открытыми во всех смыслах. Во-первых, обсудить вопросы молодежной политики пришли не только те, кто занимается ей профессионально, но и просто активные школьники и студенты. Во-вторых, собрались они все не в душном зале, а на газоне. Давайте договоримся, мы не голосуем сегодня, если поддерживаем, просто громко хлопаем, чтобы было понятно наше единое мнение. В первую очередь обсудили, что пока в России нет единых законов, которые бы регулировали молодежную политику. Поэтому в каждом регионе этим направлением занимаются по-своему. И это в первую очередь отражается на работе молодежных объединений. Хотелось бы выделить необходимость разработки законодательных механизмов привлечения студенческих отрядов для трудоустройства в различных отраслях экономики. Есть предложение предоставлять льготы компаниям, которые нанимают строительные отряды. И финансово помогать самим студентам, которые будут в них записываться. А потом привлекать их для реализации не только экономических, но и социальных программ. Например, заниматься профориентацией школьников. Кто хочет работать по специальности, просто поднимите руки. Замечательно, это очень хорошо. А если прийти в высшее учебное заведение и сейчас задать этот вопрос, ну, к сожалению, рук будет меньше. Я могу сказать, что я закончила сама свое первое высшее образование, и я не работаю по специальности. Я на третьем курсе осознала, что это не мой путь. Доучилась, получила диплом, но я украла у государства бюджетные средства. Решить эту проблему можно только системно. Как вариант ввести в старшей школе регулярное тестирование на способности к той или иной профессии. Острым вопросом остается и то, кто должен курировать. Молодежные парламенты в городах и районах. Многие уверены. Местные думы. Пока же этим занимаются комитеты по делам молодежи. А вот некоторые инициативы заставили не спорить, а смеяться. Учреждение госнаграды специально для молодежи, которое бы учитывало заслуги молодежи с 14 лет. Зачем эти все правила? 15 лет какие-то там, еще чего-то. Вот я пришел, я молодой, хочу орден. И все, и уже орден сразу нужно давать. Прозвучало предложение, чтобы ребят в молодежный парламент выбирали, а не выдвигали, например, вузы. Но чтобы это не стало серьезным бременем для бюджета, нужно совместить такое голосование с каким-то более крупным. Назрела постановка вопроса именно в формате молодежной политики. А все студенты вуза, изучившие ряд фундаментальных курсов, узнают, что политика – это как раз та совокупность средств, методов, способов, ценностей, с помощью которого государство определяет свое отношение к колоссальной социальной аудитории. Депутат Госдумы Наталья Кувшинова считает, что сразу несколько местных инициатив могут быть полезны для всей России. Рассчитывает, что на федеральном уровне на них обратят внимание. Это предложение вернуть в школы вожатых. Именно они на правах старших товарищей будут следить за психологическим самочувствием детей и помогать им. Сегодня существует федеральный реестр, куда могут попасть только общероссийские организации с членством более 3000 человек. Мы сегодня предлагаем, и сегодня это было поддержано руководителями НКО, которые представляют региональное отделение общероссийских организаций, для того, чтобы перейти от количественного показателя, от 3000 человек к качественному. Еще один перспективный вопрос – поддерживать государственными средствами небольшие, но эффективные некоммерческие организации. Все, даже самые незаурядные идеи, направят в Государственную Думу. И уже 22 мая депутаты обсудят их наравне с инициативами из других регионов. Самые полезные предложения доработают и внедрят на уровне страны. Маруся Загорска, Александр Антропов. Наши новости.